В конце этого урока обобщение. Когда мы говорим о цвете, то что мы имеем в виду? Взять, например, закат. Насыщенные теплые оттенки, красивый вид, удачная композиция. И вот мы сделали фотографию, даже отредактировали, поправив цветопередачу и напечатали ее. Я только что назвал не один и даже не два вида цвета. Давайте разберем эту историю более детально. Есть закат. Он существует объективно, без нашего участия. В следующем уроке мы даже разберем, почему он так отличается от дневного солнечного света. И цвет неба, который так восхитил фотографа, это результат прохождения лучей Солнца через земную атмосферу. То есть это некий набор волн, пусть и несколько отфильтрованный. Но по сути это излучение в определенном диапазоне спектра видимого света. Ключевое слово здесь излучение. Носителем цвета здесь является сам свет. Вот где эти понятия совсем близки, важно их не путать. Теперь о фотографе. Почему он схватил камеру и сделал снимок? Потому что получил визуальное ощущение, которое счел достойным того, чтобы запечатлеть это не только в своей памяти, но и в памяти электронной, а то и вовсе повторить на бумаге. Как он получил это впечатление? Очевидно по визуальному каналу, то есть посредством зрения. Значит его глаза зарегистрировали такое излучение, и оно было обработано мозгом таким образом, что общее впечатление от увиденного стало поводом предпринять известное нам действие. Здесь ключевой момент, как сработали глаза. Если выражаться техническими терминами, то глаза это датчики, изображение это сигнал. Чтобы сигнал был принят датчиком, этот датчик должен иметь все необходимые характеристики, работать в том же частотном диапазоне, иметь достаточную скорость регистрации, точность фокусировки и так далее. Итак, здесь мы говорим о цвете, как комбинации сигналов, зарегистрированных глазом. Это уже не характеристика объективно существующего излучения, это результат его преобразования. И здесь многое зависит от того, насколько исправен и откалиброван датчик и вообще тех или иных характеристик. Например, существуют дефекты зрения, которые не позволят насладиться красочностью заката или прозрачностью воздуха, то есть четкостью линии пейзажа. И сложно будет сравнивать впечатление, если вам доведется пообщаться, например, с кошкой, у нее спектр видимого света немножко другой. Но это еще не все. Теперь наш фотограф открыл фотографию у себя на компьютере и стал обрабатывать. Вот на что он опирается, корректируя цветопередачу. Допустим, он хочет воссоздать максимально реалистичную картину. Здесь появляется функция памяти. Не компьютерная, а, к сожалению, человеческой. С компьютерной памятью все было бы слишком просто. Туда что положил, то и взял. А вот с человеческой все сложнее. Глаза – это сложная система датчиков, информацию от которой нужно еще дать. Работать, чтобы она сложилась в ту стереокартинку, которую мы привыкли воспринимать. Восприятие полученной картинки и ее запоминание – это совсем неоднозначные процессы, которые в точности вряд ли может описать даже современная наука. Чтобы не закопаться в эту тему, отмечу лишь, что наше восприятие увиденного и наша зрительная память зависит не только от того, что наш мозг получает от глаз, но и от множества других факторов, из которых важным является предыдущий опыт. Мы обучаемые, от того разные по опыту люди получают разную, в конечном счете, информацию. Есть известная история, иллюстрирующая это утверждение. Не берусь судить о ее достоверности, дело было давно. Когда европейцы приплыли к берегам Америки, индейцы, которые оказались свидетелями этого события, посчитали, что те вышли из воды. В их жизни, в их опыте не было ни кораблей, ни чего-то похожего, потому они просто не заметили кораблей. Их мозг был настроен на тщательную обработку зрительных образов на суше, а море считал пустотой и не ожидал там ничего нового. И от того не принял сигнал от глаз, который, разумеется, изображение сфиксировали. В этом нет причин сомневаться. Так вот, обрабатывая фотографию, наш герой сравнивает то, что видит на экране, с тем, что запомнил его мозг. Что там было на самом деле, этого уже никто не узнает. Теперь мы имеем дело с двумя изображениями. Одно, которое помнит фотограф, другое, которое он видит на экране компьютера. В обоих случаях исходный сигнал был преобразован, причем не раз. Здесь мы наблюдаем, как человек подгоняет изображение, которое для него воссоздает монитор компьютера, под свои воспоминания. Причем, когда он отправит этот кадр тем, кто видел тот же самый закат, то они будут сравнить уже изображение, которое создадут для них их монитора, со своими воспоминаниями. Если откалибровать цветопередачу в технической системе еще в какой-то степени можно, то с воспоминаниями все совсем сложно. Хорошо, что мы в этом курсе как раз о технической части будем говорить, там все попонятнее. Резюмируем. Цвет в этом случае продукт нашего восприятия. Исключительно субъективное ощущение по мотивам весьма индивидуально действующего преобразования из оптического сигнала при помощи глаз. Носителем цвета здесь является наше сознание. А что еще осталось? Мы до сих пор любовались закатом напрямую. И фотографировали его, и редактировали на компьютере. Все это была работа с лучами света, откуда бы они ни сходили. А теперь мы напечатаем нашу фотографию. Теперь то, что мы видим, результат отражения света от бумаги, покрытой красками. Мы видим отражение лучей, которые краски не поглотили. И здесь мы имеем дело с материальным цветом. То есть здесь носителем цвета является пигмент, та краска, которой напечатано изображение. Итого мы имеем дело с четырьмя представлениями цвета. Излученным, отраженным, зрительным и осознанным. Обычно в литературе ограничиваются только рассказом о том, что цвет можно получить, отобрав комбинации лучей определенных частот, или отразив от поверхности, имеющие свойство поглощения одних частот и отражения других. Отраженный цвет еще называют материальным. При этом психофизические особенности цветовосприятия остаются как-то отдельно. А вот и напрасно. Нам понимание того, как человек видит и воспринимает увиденное, еще много раз пригодится и в этом курсе, и в жизни уж точно. В следующем уроке мы будем измерять цвету температуру.